Алхамду лиллахи Раббил Алямин والсалату والсаламу على أشرف الانبياء والمурсалин نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Юсуф Хазрат сегодня не смог присутствовать на уроке, поэтому попросил меня заменить его сегодня Поэтому, иншааллах, сегодня урок будет на другую тему, не по книге, которую преподает Юсуф Хазрат. Аллах в Куране во многих аятах призывает нас быть богобоязненными, и Аллах в Суре Амран 102-м аяте говорит, о те, которые уверовали, страшитесь Аллаха или же бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и умирайте и покидайте этот мир, будучи лишь мусульманами. И также Аллах в другом аяте говорит, о люди, страшитесь вашего Господа, который создал вас из одной души и который создал из нее ему его жену, а также распространил от них много мужей и женщин на земле. И поэтому страшитесь Аллаха, именем которого вы и спрашиваете друг друга, задаете разные просьбы друг к другу, а также страшитесь разрывать родственные связи, поистине Аллах является наблюдающим за вами. Эти аяты мы часто повторяем во времена пятничных проповедей, так ведь они являются частью хутбат-уль-хаджа, как говорится, той хутбы, того вступления, которое посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум, очень часто произносил. И поэтому в действительности мы очень сильно нуждаемся в смыслах этих аятов, и чтобы мы страшились Аллаха, где бы мы ни были, и сохраняли свою веру до самых последних мгновений нашей жизни в этом мире. Также Аллах, когда говорит про Кур'ан, говорит Поистине этот Кур'ан наставляет на самый правильный путь и обрадует тем самым верующих, То есть Кур'ан радует верующих, которые совершают благие деяния, и за это им будет что? Большая награда. А те, которые не веруют в судный день, не веруют в вечную жизнь, то мы приготовили им мучительные наказания. Также Аллах, субханаху ва-та'аля, то есть из этих аятов понятно, что то, что Аллах, субханаху ва-та'аля, сказал, Кур'ан наставляет на самый истинный путь. И в других аятах Аллах, субханаху ва-та'аля, призывает, чтобы мы размышляли над Кур'аном. Призывает, чтобы мы думали над аятами из Кур'ана. И не просто читали тем самым, да, и пропускали мимо нашего сердца, мимо нашего разума. И, например, Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, Афалайя тадаббаруна л-Кур'ан, валяу кана мин аинди гайриллахи ла ваджаду фиги их тилафан кафира. Разве они не поразмыслят над Кур'аном? Если же Кур'ан был бы не от Аллаха, то непременно нашли бы в этом Кур'ане множество разногласий, да, множество препирательств, разногласий, несогласовок, нестыковок, да. Однако это книга Аллаха, субханаху ва-та'аля. И поэтому, если мы будем читать Кур'ан и будем размышлять над ним, да, и полагаться на понимание ученых Кур'ана, то мы никогда не найдем противоречий в Кур'ане. И даже если будут возникать, на первый взгляд, противоречия при чтении Кур'ана, то это противоречия не в книге Аллаха, а противоречия где? У нас в умах, в наших головах. И поэтому Аллах, субханаху ва-та'аля, призывает нас поразмыслить над Кур'аном. Также Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, «фазаккир бил Кур'ани май яхафу ва'ид», да, и увещевай Кур'аном тех, которые боятся или же страшатся возвращения к Аллаху. То есть они боятся или страшатся того, что они вернутся к Аллаху, и Аллах будет разгневанным на них. И поэтому Аллах, субханаху ва-та'аля, призывает, чтобы посланник Аллаха и все верующие друг друга увещевали Кур'аном. И поэтому, уважаемые братья, и также вот последний аят, на котором потом перейдем к теме, Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, приказывая женам пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, «И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и из мудрости». И поэтому, уважаемые братья, размышлять над Кур'аном, думать над Кур'аном и читать осознанно, это приносит человеку больше награды, чем просто, если бы он просто читал, не задумываясь над смыслами аятов из Кур'ана. Тема же сегодняшнего нашего урока является в некотором роде продолжением прошлого урока Юсуф Хазрата, потому что он затронул такую тему, то, что всех она всколыхнула, всех взбудоражила, отношения мужчины и женщины, так ведь, семья, выдавание замуж и так далее. И поэтому я вот сам себе задался вопросом, да, если мы на прошлом уроке Хазрат упомянул о том, что часто происходят конфликты, и каким образом человек должен воспитывать свою дочь и так далее, и так далее, да. А кто же они, эти самые женщины, которые являются самыми наилучшими женщинами в этом мире? А кто же они, те самые женщины, которые являются примером для всех женщин? Это, безусловно, жены посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому сегодня этот урок, эту лекцию я хотел бы посвятить именно изучению того, кто они, жены посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, какие у них права, и что мы должны делать, что мы должны говорить, и как мы должны веровать в слова Аллаха, субханаху ва-та'аля, где он говорит, где он говорит в суре Ахзаб, и его жены, жены посланника Аллаха, матери верующих, их матери, то есть здесь говорится, что они являются матерями для верующих. Аллах субханаху ва-та'аля в суре Ахзаб, в шестом аяте сказал, посланник Аллаха, ближе к верующим, чем они сами. И его жены являются матерями их, матерями верующих. А также родственные узы, родственники, кровные родственники, они ближе друг к другу в книге Аллаха, чем другие люди. То есть родственники, кровные родственники, имеют друг на друга больше прав, чем человек какому-то другому, не родственнику, другому человеку, с которым у него нет кровных связей. И поэтому в этом аяте есть множество смыслов, в этом аяте есть множество хукмов, как ученые из этого извлекают. И во-первых, я хотел бы вам сказать то, что то, что посланник Аллаха, пророк, ближе к верующим, чем они сами. И вот если подумать, каким образом посланник Аллаха может быть ближе для тебя, чем ты сам. И ученые говорят то, что здесь можно объяснить следующее. То, что все мы люди, и у всех у нас есть нафс, есть свое эго, есть свои страсти. И наш нафс, он не всегда, то есть он вообще не призывает нас к благим делам. Он не призывает нас к каким-то поклонениям. Он всегда старается что сделать? Отдохни, поспи, не делай, посиди и так далее. То есть он всегда старается что сделать? Отвратить нас от пути. И поэтому мы, вот вообще, если смотреть на цель жизни человека, это борьба со своим нафсом и строить свою жизнь так, как заповедовал Аллах Суханагуа Та'аля. А как посланник Аллаха ближе нам, чем мы сами, он ближе нам путем своих увещеваний. Он всегда делал дуа за свою умму. То есть за нас, мы же являемся частью уммы. Он делал за нас дуа, он желал нам благого. И при своей жизни, сын с подвижником, он был настолько милосердным, да, то что иногда те садака, которые ему приносили, или же те военные трофеи, которые оставались, он раздавал полностью им, не оставляя себе ничего. Иногда бывало так, то что в его доме на протяжении трех дней не зажигался огонь. То есть ничего не варили, потому что нечего было варить. Понятно? И поэтому пророк Мухаммад Салли Аллаху Алисалям является более милосердным, более близким и более доброжелательным, даже чем мы сами по отношению к самим себе. И также известный хадис, да, посланник Аллаха, где посланник Аллаха Салли Аллаху Алисалям сказал, «Не уверует из вас истинным образом до тех пор, пока я не стану для него любимее, чем он сам, чем его родители и все люди на земле». И когда эти слова услышал Умар Ибн Хаттаб, один из великих сподвижников, приближенных к посланнику Аллаха, он сказал, «Посланник Аллаха, я люблю тебя, я люблю тебя больше всех людей, кроме меня самого». И тогда посланник Аллаха Салли Аллаху Алисалям ему сказал, «Нет, Умар, твоя вера не станет полной до тех пор, пока ты меня не полюбишь больше, чем даже самого себя». И поэтому, и после этого Умар Ибн Хаттаб сказал о посланнике Аллаха, «Вот сейчас я полюбил тебя больше даже, чем самого себя». И посланник Аллах ему ответил, «Аль ана, я Умар, вот сейчас стала твоя вера полной и совершенной». И поэтому это, конечно же, указывает на то, что любовь к посланнику Аллаха, она должна преобладать над любовью даже к самим себе. Уважение, защита также должна преобладать к посланнику Аллаху больше, чем к нам самим. И поэтому, уважаемые братья, это и есть достоинство, которое ему даровал Аллах Субханаху Ата'аля, и оно продлится таковым навечно. Также Аллах Субханаху Ата'аля говорит, «Ва азвадюху уммагатухум» и жены его являются матерями верующих. И это, конечно же, в этом аяте указывает на положение этих женщин. Эти женщины были сподвижницами посланника Аллаха, жили в его время, уверовали в Аллаха и в его посланника, а также впоследствии вышли за него замуж. И вот этот факт, то, что они стали его женами, это возвысило их над всеми женщинами, над всеми женщинами и возвысило их над всей уммой. Над всей уммой и так, что Аллах Субханаху Ата'аля сказал, они являются матерями верующих. Изначально, перед тем, как непосредственно говорить о женах посланника Аллаха, нужно вообще разобрать, что такое жена. Завуч. В Кур'ане упоминается слово «азвач». Завуч. Что такое? Завуч. Что такое жена? Что такое супруга или же супруг? И, как говорят ученые, то, что супруг или супруга, слово «азвач» — это когда мы говорим о второй паре, второй половине какой-то пары. Второй половине какой-то пары. И поэтому в Кур'ане Аллах Субханаху Ата'аля использует это слово относительно растений, которые выходят из-под земли. И мы взрастили то, что растет парами. Также Аллах Субханаху Ата'аля говорит, и мы создали вас парами. И когда Нух, алейхиссалям, садился в свой корабль, Аллах Субханаху Ата'аля приказал ему, чтобы он от каждого живого существа взял по паре. Взял по паре, тем самым, чтобы в дальнейшем, когда они спасутся от потопа, чтобы они размножились на земле. И поэтому Аллах Субханаху Ата'аля называет это великим благом. И Он хвалит Себя в Кур'ане тем, что Он даровал людям возможность жить в парах. И это является милостью Аллаха. Аллах Субханаху Ата'аля в суре «Нахль», которую еще по-другому один из ученых Катада назвал эту сурой «Сурой всех благ», сура «Нахль». Ее назвали по-другому, этот ученый ее назвал «Сурой всех благ», потому что в этой суре Аллах Субханаху Ата'аля перечисляет множество благ, которые Он даровал людям, которые Он даровал человечеству. И поэтому Аллах Субханаху Ата'аля в этой суре говорит 72 аят Сура «Нахль» Аллах Субханаху Ата'аля сказал «И Аллах сделал или же создал из вас самих ваших жен, ваших супруг, а также даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами». И неужели в заблуждение они веруют и милости Аллаха они отрицают, они отвергают. И то есть Аллах Субханаху Ата'аля, то, что Он перечислил, Он назвал это благами. Это блага Аллаха, то, что Аллах Субханаху Ата'аля создал из человека, его вторую половину, и от нее Ему даровал детей, внуков, его потомство. И это великое благо. Также в другом аяте Аллах Субханаху Ата'аля в суре «Ниса» первый аят говорит То есть этот аят, который мы постоянно повторяем во время пятничных проповедей. И там Аллах Субханаху Ата'аля точно так же говорит «О люди, страшитесь вашего Господа, который создал вас из одной души». И для него Он создал его жену, и из них двоих распространил много мужей и женщин. Много мужей и женщин. И поэтому это также указывает на то, что милость Аллаха Субханаху Ата'аля, что Он даровал нам наших половинок, и через них для нас всех Он что-то сделал? Распространил людей на этой земле. Далее, Аллах Субханаху Ата'аля сказал Сура Рома, 21 аят. Аллах Субханаху Ата'аля говорит «И из его знамений то, что Он создал из вас самих, ваших жен, для того, чтобы вы находили успокоение в них, а также установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом есть знамения для размышляющих. Воистину, в этом есть знамения для размышляющих». И поэтому, уважаемые братья, вот то, что человек, достигая зрелого возраста, находясь в ясном рассудке, имея какие-то базовые материальные блага, женится, создает семью, или же женщина, которая, достигши зрелого возраста, выходит замуж и тем самым создает крепкую семью со своим мужем, это великое знамение Аллаха Субханаху Ата'аля. Аллах Субханаху Ата'аля сам сказал «это благо». И вот после этих слов удивительно, как некоторые братья, как некоторые сестры, имея все возможности, слишком придирчиво относятся к выбору своего будущего супруга или своей будущей супруги. Слишком придирчиво. И, конечно, они все должны знать, что идеальных женщин в этом мире нет. И даже жены посланника Аллаха Салли Аллаху Алисалям иногда показывали вещи, от которых посланник Аллаху Салли Аллаху Алисалям улыбался. И есть истории, которые показывали то, что они также были женщинами. И точно так же и те сестры, которые слишком выбирают, придираются ко всем мелочам. Я, конечно, не говорю то, что теперь нужно выходить замуж до первого попавшегося. Но иногда ставят такие планки, им нужен самый богобоязненный, самый знающий, который не испытывает никаких неудобств в плане материального имущества. То есть это должен быть самый-самый такой, по всем параметрам соответствующий, принц на белом коне. И поэтому идеальных женщин нет. И принцев на белых коне тоже они не прискочат. И поэтому нужно стремиться к этому благу. Нужно стремиться к благу, к знамению Аллаха Субханаху Алисалям и находить для себя успокоение в этой жизни, создавать крепкие семьи. И далее, что касается материнства. Потому что посланник Аллах Субханаху Алисалям в Куране сказал, и его жены являются матерями верующих. А кто же такая мать? Кто является матерью для кого-то? И ученые говорят, в языковом значении слово ум, которое упомянулось в этом аяте, что в переводе означает мать, мама, переводится и означает то, что является причиной для появления чего-то на свет. То есть, допустим, если это животное, которое произвело на свет свое потомство, оно является для них матерью, прародительницей. Женщина, которая родила ребенка, она является для него матерью, потому что она произвела его на свет и была причиной в этом. И поэтому это тот человек или же то живое существо, если мы говорим о животных, которое произвело свое потомство на свет. Было в этом причиной. Также ученые говорят, это мать, это тот человек, когда мы говорим про мужчин, про людей, когда мы говорим про людей, это тот человек, который оказал наилучшее воспитание человеку, который вырастил человека, который был воспитывающим этого человека. И поэтому мать, это не только, которая родила, мать, это также, которая воспитала, которая взрастила достойного человека, которая взрастила его верующим в Аллаха, вот этого ребенка, которая привила ему любовь к религии, любовь к Аллаху, любовь к пророку, а также ко всем тем ценностям ислама. И поэтому иногда задают вопросы относительно семей, которые усыновили детей. Иногда так случается, что у людей нет своих детей, и они как выход из положения, чтобы хоть кому-то помочь, они усыновляют маленьких детей. И от таких семей часто спрашивают, а можно ли тому маленькому ребенку, которого усыновили, называть приемную мать матерью, называть мамой, и приемного отца называть отцом, папой. Можно ли так поступать? И ученые говорят относительно этого вопроса, то, что мать, это еще не только та, которая родила, но и которая воспитала. И поэтому нет ничего страшного, если ребенок в детстве будет называть свою приемную мать матерью. Ничего страшного. Если он будет называть своего отца отцом. Главное, чтобы он знал, когда он достигнет совершеннолетия, когда он будет уже размышлять, когда он будет уже взрослым человеком, нужно ему сказать, что на самом деле эти люди, они воспитали тебя, но они не являются твоими кровными родственниками, кровными родителями, отцом и матерью. То есть это не должно скрываться. Но лишь тогда, когда он уже начнет соображать. Не в малом возрасте, потому что там никакой пользы не будет, наоборот, даже может причинить какой-то урон психике этого ребенка. Поэтому мать, это та, которая родила, была причиной для того, чтобы он появился на свет, ребенок, а также это та, которая воспитала и дала наилучшее воспитание. Третий вопрос, третий вопрос, когда Аллах Субханаху ва Та'аля в Куране сказал и его жены, то есть обращаясь к посланнику Аллаха саляллаху алейхи вассалям, он сказал, то что эти женщины являются его женами. И вот знаете, в арабском языке это правило называется идафа, когда какой-то предмет мы относим к какому-то другому предмету, который является, у которого есть связь с этим. Или же когда мы какой-то предмет привязываем к его хозяину, к его владельцу, к его правителю. И когда, допустим, мы говорим дома Аллаха, это всем понятно, то что мы говорим о мечетях, которые являются местом поклонения, где люди поклоняются Аллаху. И когда мы говорим дом Аллаха, это указывает на то, что это не простой дом, это не мой дом и не ваш дом, где мы можем делать что угодно, там спать и так далее, то есть обычные свои бытовые потребности выполнять. Нет, это дом Аллаха. Он отличается от остальных домов. И, допустим, когда мы говорим о Куране, книга Аллаха, это непростая книга, ее просто так не бросишь. Тому же ребенку, чтобы он рвал листки, не дашь. Ты будешь оберегать, ты обязан оберегать Куран от порчи. И поэтому, когда мы говорим книга Аллаха, это точно так же указывает на достоинство этой книги, Курана. Это не обычная книга. Это не книга какого-то писателя или какого-то там поэта, я не знаю. Поэтому, когда мы относим вот этот предмет и говорим это Аллаха или же эти жены, это жены пророка Мухаммада, это указывает на то, что у них есть отличительное достоинство перед всеми людьми, у них есть отличительное достоинство перед всеми людьми. И поэтому посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллиллаху когда избрал этих женщин и женился на них, это указывает на то, что это были женщины самые лучшие, которые могут быть в нашей уме. Это были женщины, которые полностью выполняли все права посланника Аллаха саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи Вы выбираете либо этот мир и его блага, будете кататься, как говорится, в масле, все у вас будет хорошо, либо вы выбираете быть вместе с пророком, быть его женой и тем самым выбираете Ахират. И все жены посланника Аллаха, все они выбрали Ахират. Все они выбрали, чтобы быть вместе с посланником Аллаха. Все они отвергли этот мир и мирские блага, которые были наполнены в этом мире. Поэтому это указывает, что эти женщины были самыми лучшими, эти женщины были самыми достойными. И достаточно их достоинства в том, что они нам полностью описали быт пророка, потому что пророк Мухаммад в мечети, все его видели, когда он выходил на джихад, его все там видели, когда он был на хадже или на умре, все его видели, что он делал. Однако иногда мы читаем хадисы, посланник Аллаха говорил то-то и то-то, когда лег на кровать. Посланник Аллаха дома проводил время со своей семьей, посланник Аллаха играл со своей женой, посланник Аллаха шутил со своей женой. Откуда мы бы этого узнали? Мы бы это ниоткуда не узнали, если бы эти женщины нам не сообщили. И поэтому иногда даже сравниваешь, что жены посланника Аллаха полностью описали его быт. Вот представьте, можно ли такое представить относительно какого-то ученого, который жил в ранние века или даже в современности жил, то, чтобы нам было известно полностью все мельчайшие подробности того, как он находится в доме своем, как он живет, как он разговаривает со своей супругой. Или же, например, даже локализуем Татарстан, допустим, Муфтий, допустим, Камиль Хазрат, допустим, который является Муфтием в Татарстане. Кто может кто-нибудь представить то, что мы полностью бы знали все тончайшие детали его жизни, как он разговаривает дома с семьей, как он, допустим, с ней шутит, играет и так далее, ничего не известно. Или же, допустим, имам этой мечети Юсуф Хазрат. Представьте, да, вот сколько сейчас в мечети сидят там человек, не знаю сколько, 50, 60, 70, да. Представьте то, что все вы до мельчайших подробностей знаете, как Юсуф Хазрат шутит со своей женой. Невозможно представить, понимаете, да, потому что это все люди, это все мусульмане, они все являются частью уммы, да. Однако пророк Мухаммад, саллиллаху салям, о нем все сообщили до мельчайших подробностей. Почему? Потому что он является примером и в мечети, он является примером для поведения и на улице, и во время своих походов, и в своей семье дома, он точно также является примером для всех. И поэтому жены посланника Аллаха об этом полностью рассказывали, естественно, то, что можно говорить, как он проводил свое время со своей семьей, со своими женами. И поэтому, уважаемые братья, достоинство этих женщин, оно неоспоримо. Достоинство в этой умме. Также Аллах говорит женам посланника Аллаха в суре Ахзаб, 32 аят, и говорит, Аллах говорит, о жены пророка, о жены пророка, вы не такие, как все остальные женщины. Вы не похожи на рядовых обычных женщин, пусть даже сподвижниц, которые находились в то время и были женами таких великих сподвижников. Нет, вы не такие. Вы, у вас есть достоинство, вы выше, и что Аллах им приказал, и вы не таковы, как любая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляете нежности в речах, и дабы не возжелал вас тот человек, чье сердце поражено недугом, и говорите достойным образом. И здесь Аллах, субханава тааля, указывает, чтобы они были скромными, и указывает на то, что даже при разговоре, при разговоре говорите таким образом, чтобы у человека не возникало никаких желаний. И этот совет Аллах, субханава тааля, направляет не только женам пророкам Мухаммада, а направляет всем женщинам, всем мусульманкам, всем мусульманкам. Иногда бывает по телефону, допустим, или человек звонит домой, да, некоторые женщины бывают, допустим, когда при разговоре утончают свой голос, да, и говорят, алло, камбаранда, такими голосами, да, и как бы даже самому неприятно становится, как этот, да, такой холодок пробегает. И вообще, как бы, психология мужчин такова, да, то, что мужчина может возгореть моментально от одной маленькой искры, так ведь? И психология мужчин такова, и поэтому женщины при разговорах должны быть максимально богобоязненными и разговаривать так, чтобы у человека, у другого мужчины, постороннего мужчины, конечно же, да, не возникало никаких желаний, не возникало никаких нехороших намерений, потому что Аллах, Субханава Тааля, что сказал? «Дабы не возжелал вас тот человек, чье сердце является больным, поражено недугом, да, у которого много грехов, который не является богобоязненным». Поэтому это является указанием для всех верующих мусульманок, чтобы они были скромны, чтобы они были скромны при разговоре с посторонними мужчинами. А что касается своих родных мужей, то, конечно же, да, конечно же, это должно быть, да, и в речах, и в поведении, потому что это является основой совместной семейной жизни. Также Аллах, Субханава Тааля, говорит, почему же Аллах, Субханава Тааля, назвал его жены их матеря, матеря верующих? Почему Аллах, Субханава Тааля, назвал их матерями? Потому что Аллах, Субханава Тааля, как только даровал пророку Мухаммаду этих женщин и сделал их его женами, то Аллах, Субханава Тааля, тем самым возвысил этих женщин. Возвысил этих женщин и тем самым дал им достоинство того, что они являются матерями верующих. Являются матерями верующих. И поэтому это, конечно же, указывает на их достоинства, их заслуги в исламе. Мы еще подробно об этом будем говорить. Также Аллах, Субханава Тааля, в Куране сказал, да, Аллах описывает в Куране, в Суре Муджадаля, тех мужчин, которые, Сура препирательства, да, которые сказали своим женам, ты мне, как моя мать, твоя спина, как спина моей матери. И тем самым они и не развели эту женщину, эту жену, да, и не живут с ней полной супружеской жизнью. И некоторые из подвижников в то время, да, один из них сказал, что ты для меня являешься, как моя мать. То есть, как я к матери не прикасаюсь, к своей матери, да, с какими-то там потайными желаниями, да, и точно так же и к тебе не буду прикасаться. И посланник Аллаха, Субханава Тааля, и Аллах, Субханава Тааля, не спостал относительно этого целую Суру, Сура Муджадаля. И там все это описывается, да, и Аллах, Субханава Тааля, прицая эти слова, что нельзя говорить своей супруге, ты мне, как мать, и я к тебе не буду прикасаться, Аллах, Субханава Тааля, сказал, Потому что матерями их являются только те, которые произвели их на свет, которые их родили. Только они матери, и никто больше. И тут возникает вопрос. Этот аят, Аллах говорит, матерями их являются только те, которые их родили. А здесь Аллах, Субханава Тааля, Всевышний Аллах сказал, что его жены, их матеря, матеря верующих. Каким образом это связать? И ученые здесь говорят, что материнство можно разделить на два вида. Во-первых, материнство, которое касается крови, кровное материнство, родственное материнство, да, и материнство духовное, материнство религиозное. И вот первый вид, религиозное материнство, это то, которое передается в религии, в вере, да. И это указывает на, если Аллах назвал женщину пророка Мухаммада, жену пророка Мухаммада, назвал матерью, значит это указывает на великое положение, на достоинство этой женщины. А также на то, что она заслуживает у посланника Аллаха великое место. Посланник Аллаха их любил, посланник Аллаха выполнял их права, и поэтому это делает их в наших глазах великими женщинами. И поэтому здесь подразумевается именно материнство духовное, материнство религиозное. А что касается вопросов, когда кровное, родственное материнство, то есть наши матери, для всех нас известно, что наши матери обладают особыми правами по отношению к другим женщинам. Мы должны уважать их, чтить их, и нам запрещено до самого судного дня жениться на них, нам запрещено, то есть определенные вещи есть, определенные хокмы в шариате относительно наших матерей. И, например, если наши матери покинут этот мир, то мы, как их сыновья или же сестры, которые являются дочерями, они будут кем? Они будут наследниками. Они будут наследниками умершей матери. Это все касается хокмов кровного материнства. Однако, когда мы говорим про религиозное материнство, про духовное материнство, то тут лишь только почет, уважение и почитание, только лишь это. Однако, почет, уважение и почитание, а также запрет на женитьбу на этих женщинах. А остальное сюда уже не входит. Остальное сюда не входит, и поэтому мы не можем наследовать женам посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. И также дети наших матерей являются нашими братьями, нашими сестрами, но вместе с этим дети, которые были у жен посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, или же, например, как Хадиджа, которая родила посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, детей. Ее дети не являются нашими братьями и сестрами в прямом понимании, то есть кровными нашими братьями и сестрами. Так не говорится. Поэтому, уважаемые братья, аят Аллаха, субханаху ва тааля, то, что их матери являются лишь теми, которые их родили, это относится к кровному материнству. К кровному материнству. А что касается слов Аллаха, и его жены являются матерями верующих, то это относится к духовному материнству. к духовному материнству. Тут может возникнуть следующий вопрос. Хорошо, жены посланника Аллаха являются для нас матерями, нашей матери верующих. А сам посланник Аллаха будет ли для нас отцом? Можно ли так говорить, что пророк Мухаммад является отцом верующих? Относительно этого есть хадис, где посланник Аллаха, этот хадис приводится в сборниках Сунан Аби Дауд, Ибн Маджа и так далее, Иснат Достоверный, где говорится, что посланник Аллаха сказал, поистине я по отношению к вам занимаю, я вам являюсь как отец, я вам являюсь как отец, и я обучаю вас, я учу вас благим знаниям, и поэтому если кто-нибудь из вас справит свою большую нужду, то пусть не обращается в сторону киблы, ни своим передом, ни своим задом. И посланник Аллаха указывает в этом хадисе, я по отношению к вам на положение ваших отцов, на положение ваших отцов, и я обучаю вас благому, обучаю вас благому. Также в другом хадисе приводится то, что, это не хадис, извиняюсь, это выражение одного ученого, его слова, хатада, да смилуется над ним Аллах, сказал то, что каждый пророк, каждый пророк является отцом для своей уммы, отцом для своей уммы. И поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, является для нас в духовном плане, в религиозном плане, в плане знаний, он является для нас отец. Или же как отец, который желает нам блага. Который желает нам блага. А что касается слов Аллаха, в суре Ахзаб, 40-й аят, где Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «И Мухаммад не был отцом никого из ваших мужей, никого из ваших мужей, но он является посланником Аллаха и печатью пророков». Печатью пророков. Этот аят нужно понимать в том, что здесь подразумевается именно родственное отцовство, кровное отцовство. И все мы знаем, что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, были дети. Сколько их было? Их было семеро. Так ведь четыре девочки и три мальчика. И его мальчики, все они не достигли совершеннолетия, и все они умерли во младенчестве, в детстве. Однако зрелого возраста достигли лишь его дочери, которые впоследствии вышли замуж и так далее. Поэтому вот этот аят следует понимать, то, что пророк Мухаммад не являлся кровным отцом никого из мужчин, то есть те, которые достигли совершеннолетия, но он является нашим духовным и религиозным отцом, который наставляет нас на истинный путь, который обучает нас благому. И поэтому, как сказал посланник Аллаха, я для вас в положении отца. Я для вас являюсь в положении отца. И точно так же и хадис, аят в Кур'ане, где Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, если вы будете спрашивать у ваших, если вы будете спрашивать у них, то есть у жен пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям, что-либо, то вы спрашиваете это через занавес. Спрашиваете это через занавес. И поэтому это еще раз подтверждает, что здесь подразумевается духовное материнство, потому что если мы захотели бы поговорить с нашей родной матерью, то никакого занавеса не нужно, и она не обязана покрывать свои волосы, она может одевать ту одежду, которую она одевает дома, и нет никаких проблем, если мы будем разговаривать с нашими мамами в таком вот виде. Однако жены пророка, матери верующих, когда после смерти пророка к ним обращались подвижники, изучали, у них требовали знаний, спрашивали разные фетвы, то они это делали через занавес, через занавес, и не разговаривали напрямую, и не видели их лица, их очертаний. Далее, да, дальше продолжаем. Тут также нужно сказать, то что жены пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям, у него, то есть у них были братья и сестры. Можно ли говорить про этих людей, то что если жены пророка являются матерями верующих, то что тогда про братьев и сестер, жен пророка, то они являются дядями и тетями верующих? Можно ли так говорить? И ученые сказали, что так можно говорить по форме, но не по содержанию, потому что дядя и тетя, у них есть определенные права, у них есть определенные постановления в шариате, как мы должны с ними взаимодействовать, как мы должны с ними разговаривать и так далее, но братья и сестры жен пророка Мухаммада таковыми не являются. Но вместе с этим нужно отметить то, что среди братьев жены пророка Мухаммада был Муавия, его сестра Ум Хабиба Рамля бинт Аби Суфьян, была женой посланника Аллаха, и если посмотреть некоторые книги, то есть те люди, которые на протяжении истории порицали Муавию, этого сподвижника, называли его нелицеприятными словами, обвиняли его в чем-то там и так далее. И вот некоторые ученые, пытаясь защитить честь этого сподвижника, который своими руками записывал некоторые аяты из Кур'ана, записывал за посланником Аллаха, который был пятым правителем после смерти Али и после того, как сложил свои полномочия, Хасан, он был правителем мусульман, был верующим, был сподвижником, и поэтому его достоинство, оно неоспоримо. И ученые, когда пытались защитить его от злых языков, они называли их, он, говорит, является дядей верующих. Они не называли его таковым, то есть он действительно является дядей верующих, однако они указывали словом дядя, указывали то, что он является единокровным братом жены посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи васалям. И тем самым они защищали честь этого сподвижника. Далее может возникнуть вопрос. Хорошо, жены пророка Мухаммада являются матерями верующих, а верующих мужчин, потому что в Кур'ане сказано «уммахатухум», то есть мужской род, этот предлог указывает на мужской род, и здесь подразумевается в контексте Кур'ана то, что Аллах здесь упомянул верующих мужчин. А что же говорить о верующих женщинах, о мусульманках, о му'минах, которые являются верующими, а для женщин являются ли они точно так же матерями? Относительно этого ученые сказали, что здесь два мнения. Во-первых, сказали то, что жены пророка являются матерями лишь для мужчин, лишь для верующих мужчин. Почему? Потому что Аиша, когда к ней обратилась одна женщина и сказала «о моя мать», обратилась к Аиша и за уважением сказала «о моя мать», и на что Аиша сказала «я являюсь матерью для ваших мужчин, но не являюсь матерью для ваших женщин». И тем самым Аиша сказала, что мать правоверных, здесь подразумеваются правоверные мужчины, не правоверные женщины. Что же касается второго мнения, то второе мнение говорит «жены пророка Мухаммада являются матерями для всех верующих, и мужчин, и женщин». И в качестве доказательства они приводят слова Умми Саляма, жена постанника Аллаху Умми Саляма, которая сказала «я являюсь матерью мужчин из вас, и являюсь матерью женщин». Это указывает на то, что Умми Саляма считала, что мать правоверных для всех верующих людей, и мужчин, и женщин. И как бы там ни было, на практике и верующие мужчины, и верующие женщины, все одинаково должны уважать и превозносить жен пророка Мухаммада Саляма. Одинаково почитать их, и чтить их права, и защищать их от разных злых языков. Поэтому, уважаемые братья, никакой разницы нету, да, никакой разницы нету, мужчина верующая или женщина верующая, все они должны соблюдать права жен посланника Аллаха Саляма. Кто же они, жены пророка Мухаммада? Сколько у него их было? И ученые говорят, что пророк Саляма в своей жизни женился 11 раз. И две из них умерли при жизни посланника Аллаха Саляма. И девять оставшихся жен, они пережили посланника Аллаха Саляма. Это касается тех жен, которые жили с посланником Аллаха Саляма полноценной жизнью. Что же касается тех женщин, на которых посланник Аллаха женился, но затем сразу же развел, или же та женщина, та верующая, которая подарила себя посланнику Аллаха Саляма, но он не принял ее, то их было примерно четыре или пять женщин, на которых посланник Аллаха Саляма женился, но сразу же потом развел. И первые среди этих жен, среди девяти, которые жили с посланником Аллаха Саляма, кстати, к слову говоря, женами пророка Саляма, которые являются матерями верующих, ученые говорят, что являются только лишь те, которые жили вместе с посланником Аллаха Саляма, которых он развел, и про них не считается и не говорится, что они матери верующих. И первая среди этих женщин, это, конечно же, Хадиджа бин Тухуэйлид Аль-Асадия Аль-Курашия. И это была самая любимая жена посланника Аллаха Саляма. Когда она выходила замуж, ей было 40 лет, в некоторых книгах говорится, что она была вдовой, в других источниках говорится, что она была разведенной. Посланнику Аллаха Саляма было 25 лет, когда он женился на этой женщине. И эта женщина, эта мать правоверных является первой женщиной, которая уверовала, и она была единственной опорой в то время, когда он вернулся от Джабраиля, да, с горы Хира и вернулся домой. И она своим своим имуществом, всеми своими силами поддерживала на протяжении всей своей жизни посланника Аллаха Саляма. И все дети, кроме Ибрагима, который родился от наложницы Мария Кыбтия, Мария, да, кроме этого ребенка, все остальные дети, они были от Хадиджи. И посланник Аллаха Саляма очень сильно любил эту женщину. И посланник Аллаха Саляма при жизни Хадиджи больше ни на ком не женился. Больше ни на ком не женился. И из ее достоинств Хадиджи говорится то, что это первая женщина, которая уверовала в Аллаха и в его посланника, и в этой умме. Также говорится то, что Джабраиль, Алейхиссалям, передавал Хадидже Салям от Аллаха, приветствие от Аллаха. И сообщается в хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что однажды, как сказал посланник Аллаха Саляма, Джабраиль пришел к пророку и сказал, о посланник Аллаха, Хадиджа, которая принесла с собой посуду, в которой была еда, в которой было питье, скажи ей, что Аллах Субханаху Вата'аля ее Господь и передает ей Салям. Ее Господь передает ей Салям, и я ей передаю Салям, и обрадуй ее домом в раю, который будет из жемчуга, и в котором не будет никакого шума, никакого гамма. И вот этот вот хадис является великим достоинством даже среди сподвижников, то, что Аллах Субханаху Вата'аля сам передал Салям этой женщине, этой сподвижнице, жене посланника Аллаха, и то, что Джабраиль передал приветствие жене посланника Аллаха, Хадидже, и то, что он обрадовал при ее жизни, то, что у нее будет дом в раю. И вот, кстати, вот тоже интересное упоминание в хадисе, в котором не будет ни шума, ни гамма. Вот если сравнивать нашу жизнь в этом мире, где бы ни находился человек, где бы он ни строил дом, в городе, в центре, на окраине, частый дом, в деревне, в глуши, в Сибири, где угодно, всегда что будет? Всегда будет что-то не хватать, всегда будет что-то его терзать, всегда он будет испытывать какой-то дискомфорт. Либо дети слишком громко орут, либо что-нибудь там, жена что-то там делает, варит там, свои миксеры, там эти блендеры используют, либо машины на улице слишком громко ездят, либо там сирены включают, проверяют боеготовность или еще что-нибудь. То есть, постоянно он будет испытывать дискомфорт. И вот Аллах, субханаху и тааля, из его милости, то, что он построит дом в раю, и человек будет полностью наслаждаться, находясь в этом доме, в котором не будет никакого шума, никакого гамма, который будет причинять ему какой-то дискомфорт. Поэтому, уважаемые братья, в раю не будет никаких неудобств. В раю все люди, все обитатели рая будут получать лишь одно наслаждение. И также из его, из достоинств Хадиджи, то, что при жизни Хадиджи, посланник Аллаха, саллиллаху алисалям, ни на ком не женился. Дальше, после смерти Хадиджи, посланник Аллаха, саллиллаху алисалям, по прошествию некоторых дней, женился на Сауда, бинту Зум'а, жена, дочь Кайса, аль-Курашия, женился на этой женщине. Здесь тоже вот интересное указание. По прошествию нескольких дней, пусть Аллах, субханаху и тааля, упасет нас от всех бед. Пусть Аллах, субханаху и тааля, защитит нас от козни шайтана. В жизни случаются иногда такие беды, когда человек теряет свою любимую, когда она погибает, когда она умирает, и он остается один. И некоторые братья, находясь в трауре, находясь, допустим, в таком печальном положении, долгое время не находят себе других жен, не находят себе вторую половину, не женятся. Однако, ведь верующий, он должен защищать себя от козни шайтана. Верующий должен защищать себя от разных соблазнов, и поэтому он не должен надолго оттягивать женитьбу, тем самым он может попасть в опасность шайтана и попасться на его наущение. Поэтому он должен защищать себя, защищать свою честь, и тем самым жить так, как приказал Аллах, субханаху и тааля, и его посланник, и оберегаться от разных соблазнов. И эта женщина, эта жена посланника Аллаха, Саудя, Она умерла уже после смерти посланника Аллаха во времена Умара ибн-Хаттаба, и она точно так же являлась женой посланника Аллаха. И после этого он женился на Аише, дочери Абу Бакра Ассиддыка, это является его третьей женой, если идти по счету, является третьей женой, и это является самой любимой женой посланника Аллаха, самой знающей женой среди всех женщин во времена посланника Аллаха, и которая передала нам множество знаний. И поэтому даже среди передатчиков хадисов, если смотреть, среди семерых сподвижников, которые передали наибольшее количество хадисов, это была Аиша. И так же из достоинств Аиши, то что пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи ва салям, женился на единственной жене, которая была девственницей, это была Аиша. Все остальные жены посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, они были либо вдовами, либо разведенными женщинами. И поэтому это ее достоинство. Так же в одном из хадисов она спрашивает, о посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, если бы ты увидел долину, на которой растет дерево, и из цветочков, из лепестков, которых уже покушали, да, и из плодов, которого уже покушали, а так же другое дерево, которое стоит рядом, из плодов, которых никто не кушал, который бы ты выбрал. И посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, сказал, что он выбрал бы то дерево, плоды которого никто не попробовал. И поэтому это тоже показывает достоинство жены посланника Аллаха Аиши. И последний момент, на этом остановимся, у нас уже время, да, последний момент, то, что из достоинств Аиши, то, что ее при жизни обвинили в страшном грехе. При жизни обвинили, то, что она, якобы, будучи женой посланника Аллаха, совершила прелюбодеяние и изменила пророка Мухаммаду, и случилась большая фитна, и в Медине не только лицемеры, и некоторые из верующих сподвижников попались на эту фитну и сказали нечто плохое про Аишу. И по прошествию времени Аллах, субханава тааля, в суре Нур не послал 10 аятов, где он очищает честь Аиши, то есть честь в этом аяте, да, где Аллах, субханава тааля, говорит, те люди, которые возвели навет на Аишу, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас, наоборот, это является добром для вас. И дальше следующие аяты, где Аллах, субханава тааля, порицает то, что говорили люди про чистую верующую женщину подобные слова и очистил ее честь. И поэтому ученые говорят, что Аллах, субханава тааля, очистил честь Аиши в Куране, и тот человек, который отрицает чистоту Аиши и называет ее неподобающими словами, он подобен тому, который отвергает аяты из Курана. А верующий ни под каким предлогом не может отвергать аяты из Курана, да, это как бы является основой для всех нас, то, что каждая буква, каждый аят, это слова Аллаха, которые никак невозможно каким-то образом оспорить и каким-то образом убрать и показать свое несогласие относительно этого. И поэтому на этом остановимся, остались, конечно, и другие жены пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, на этом остановимся. И последнее, последнее, что я хотел сказать относительно некоторых людей, которые поносят жен пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, называют их нелицеприятными словами, да, и даже некоторые доходят до того, что там называют их идолами арабов, идолами курайшитов, там и так далее. Это все явное заблуждение, при котором мусульманин никак не должен, то есть, иметь какое-то отношение к этим словам. Абсолютно. Акида, вероубеждение наших имамов, Абу Ханифы, имама Малика, имама Шафии, Ахмад ибн Хамбаль, а также всех остальных, все они были едины во мнении в том, что жены пророка Мухаммада являются матерями верующих, и они чисты. И никоим образом не дозволено называть их какими-то словами, которые невозможно сказать не только жене пророка, даже жене своего брата невозможно такое сказать, своей жене такого невозможно сказать. И поэтому мусульманин никоим образом не должен относиться к этим людям, мусульманин никоим образом не должен пятнать честь жен пророка Мухаммада, и должен сторониться и остерегаться этого. И напоследок, сегодня в новостях слышали, наверное, произошло трагичное событие в городе Керч, и погибло множество невинных людей. Это, конечно, для всех является большой трагедией, потому что смерть даже одного человека является большой трагедией. И то, что было совершено подобным образом, зверское убийство, является очень скверным поступком. И, конечно же, мы близким и родственникам этих людей выражаем соболезнования, призываем Аллаха, чтобы Аллах даровал им веру, чтобы Аллах даровал им терпение. И это опять-таки напоминание нам относительно наших детей. Если мы сами воспитывать не будем своих детей, их будет воспитывать интернет, их будет воспитывать ВКонтакте, их будет воспитывать Ютуб, их будут воспитывать разные непонятные какие-то виртуальные друзья. Если мы не будем обращать внимание на воспитание, Аллах согласен, итог может быть таким вот печальным, что произошло вот в этом городе. Поэтому пусть Аллах, Субханава Тааля, убережет нас от всех бед. Субханакаллахмуабихамдик, ашадуаллахиилляхиилляанд, астагуфирука, ваатубилик. Субханава Тааля, убережет нас от всех бед. Субтитры делал DimaTorzok